Украинский 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 Чиновники и бухгалтеры обычно отчитываются о работе за квартал и неправильно делают, потому что отчитаться за квартал нельзя, можно только за квартал. Словари не дают нам никаких поблажек, только квартал, других вариантов нет. Подсказывает нам и поэзия. Заболуцкий рифмовал квартал с существительным интеграл, а Пастернак с глаголом витал. Почему же те, кто работает с цифрами, так полюбили именно неправильное ударение? Возможно, тут играет роль не совсем обычная история этого слова. Дело в том, что оно было заимствовано два раза. Первый раз в эпоху Петра Первого в значении четвертая часть года. Квартус переводится с латыни как четвертый. А вот в значении городской квартал фиртель слово заимствовали уже непосредственно из немецкого в конце 18 века. Но для современного ударения эти тонкости не имеют значения. Правильно только квартал. Помните мультфильм о пластилиновой вороне, который подарок сразу вручат, а может быть вручат? Это важный вопрос. Вручит или вручит, включит или включит, сверлит или сверлит. Но ответить сразу на все невозможно. У каждого из этих глаголов своя судьба. Правда, кое-что их все-таки объединяет. Дело в том, что с течением времени в глаголах из двух слогов ударение постепенно смещается с основы на окончание. В 19 веке говорили «куришь» и «варишь». А сейчас нам это кажется удивительным. Одни глаголы прошли этот путь, другие пока на середине дороги. Например, словари уже разрешают говорить и включит и включит. А третий этот путь даже не начинали. Глаголы вручит и звонит, пока не сдают позиции. Ударение «звонит» многие считают маркером неграмотности. Да, говорить так не надо. Ни один словарь на такой вариант разрешение не дает. Только звонит. Правда, сверлит точно такая же ошибка, как и звонит. Но она почему-то не так заметна. А ведь правильно только сверлит. Любовь к сладкому может привести к орфоэпическим ошибкам. Если вы очень любите торты, следите за тем, чтобы ударение в этом слове было правильным. Торты – это ошибка. Простительно такое лишь кондитерам. Это может быть их профессиональным жаргоном, как соуса вместо соусов. Но для всех остальных, кто не связан с кондитерским ремеслом, правильно только торты. Это литературный вариант. Запомнить это ударение могут помочь морские и речные порты. Часто их совершенно несправедливо называют портами. Порты – это широкие штаны. А вот порты – места для стоянки и разгрузки судов. В общем, торты и порты – товарищи по несчастью. Слишком часто в них путают ударения. Запомните, свежие торты доставили вечером в порты. Как вы думаете, летом дети уезжают на отдых в лагере или в лагеря? Форма лагеря для многих звучит как-то странно. Во-первых, смущает ударное окончание «я», как будто слесаря какие-то. Во-вторых, некоторым слышится что-то зловещее и представляются совсем не детские лагеря. Но на самом деле бояться этого варианта не надо. Он и есть правильный. Дети отдыхают именно в лагерях. Другого ударения тут быть не может. А кто же тогда отправляется в лагере? И существует ли вообще такая форма? Конечно, существует. Но только речь тут совсем о других лагерях, о политических. Идет, например, предвыборная кампания. Кстати, кампания в этом случае пишется через «А», не забудьте. Так вот, идет, например, президентская предвыборная кампания. И люди, которые поддерживают двух главных кандидатов, разбиваются на два лагеря. В этом случае это именно лагери, а не лагеря. Если вы вдруг скажете, что кандидаты представляют разные лагеря, получится, что они просто отправились отдыхать. Детские – лагеря, политические – лагери. Однажды реклама оказала нам всем медвежью услугу. Она заставила нас запомнить слово с ошибкой. Это слово «договора». Внимание, сейчас я произнесла неправильный вариант. Не пытайтесь повторить это самостоятельно. А запомнили мы когда-то эту неверную форму с легкой руки создателей рекламы вентиляторного завода. Исторически это форма обломок двойственного числа, которая раньше обозначала парные предметы. Во времена Ломоносова было всего три таких формы – глаза, бока и рога. Все остальное заканчивалось на «ы-и». Даже привычные «вечера» произносили как «вечеры». Но потом модель с ударным окончанием стала стремительно распространяться. Сейчас таких слов уже больше 600. И этот процесс продолжается. Но некоторые слова никак не хотят сдаваться. Среди них, например, договоры. В договора они пока превращаться не собираются. В словарях указан только один вариант – договоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова